Боярская дума На картине Иванова представлено обычное деловое заседание, начинавшееся рано утром, зимой затемно. Думные люди оставили своих коней и кареты подаль от дворца и поднялись к государю, который принял их по-домашнему и говорил с боярами о делах. Документ сообщает нам имена участников такого совещания. Бояре князь Черкасский, Милославский, Стрешнев, Долгоруков, Салтыков, Окульничий, Хитрова, Ртищев, посольский приказа думный дворянин Ардин Нащокин и думный диак приказа Лопухин. Они обсуждали статьи наказа великим и полномочным послам, посылаемым на ответственные переговоры с речью Посполитой о мире 1662 года. Соседание думы начиналось с доклада диака. Вот он разложил на столе специально подобранные материалы, чтобы дать исчерпывающий ответ на все вопросы, которые могут возникнуть, и читает подготовленный в приказе проект документ. Глава приказа, не имеющий еще боярского чина, стоя комментирует неясные места. Исправленный в результате обсуждения документ будет иметь помету. Государь указал и бояре приговорили. Аналогично обсуждалось в думе военные дела, проблемы государственного управления, важнейшие судебные приговоры. Основная масса вопросов шла из московских приказов. Поэтому в случае отъезда государя для дел в Москве всегда оставалась боярская комиссия. Время работы думы было расписано поприказно и попроблемно, но она принимала и решение о рассмотрении новых вопросов, указывая, кто должен подготовить по ним доклад. Большая группа документов имела пометы. Государю известно и боярам чтено. Как правило, это была стратегическая информация, представленная в виде сводок о военном положении, бюджете, земельном фонде, народных волнениях, распространении фальшивой монеты, зарубежных новостях, ну и так далее. Диаки хорошо знали свое дело и в массив важной информации, например, о разведывательных данных по международным отношениям, добавляли занятные эпизоды о церемониях при наземных дворах, фейерверках, одеждах и так далее. Членами думы становились, как правило, старшие представители знатнейших родов, родственники цариц, государево-ближние люди. Вот примерно такой сопровождает текст картину Иванова «Боярская дума» из сборника картины по русской истории, книга издателя Иосифа Николаевича Кнебеля и составителя пояснительного текста, историка и педагога Князькова Сергея Александровича. Пока-пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok